я его пока не видел кто проскочил вот и проехал вот и все хочу что-то не мама это не мама так вот он поехал облава мама его и ловим да не знаю вот тут прошла информация мама и воздержать шагбан пустить не пускать ищем что он бы назвать он заезжает туда никогда не оплачивает а потом кричит и что я не это я не обязан платить вы помогаете меня деньги ну как ларгус лада блин так ложится да наверное сигнализация мамаев перекрыть опустить шлагбаун и сучаться что-то бегают бегают а мамаев просто хочет проехать отправить груз не больше не меньше пешком пропустите он не пропустит пешком не хотят люди суд на меня подавать понимаете самоуправством занимаются я им паспорт предъявил машина готова к досмотру не пускают что делать деньги они хотят от меня деньги скажи мне сколько тебе на 2 денег давай хотя от шелушу что-то молчишь полиция этим занимается сотрудник полиции вот послушайте меня очень внимательно есть такое понятие самоуправство это и заключается когда люди в нарушение определенного порядка пытаются что-то сделать вот сейчас пытается в нарушение порядка а именно судебного порядка заставить меня заплатить деньги 19.1 коап само просто то есть они вопреки установленному порядку меня не пускают спросить у них вас не пускают не грубо говоря не к вам же домой а я к ним домой не еду я тогда выложен буду часто вас писать заявление если вы не предприняете меры вы бездействуете на данный момент вы понимаете что у меня скоро порчащийся груз в машине находится он должен улететь я с ними никакого договора не заключаю вот я когда кпп подъезжая с ними договор не заключаю я договор заключая с грузоперевозчиком на отправку груза оплачиваю ави накладную все как положено все вот эти сборы которые входят в отправку там за накладную там по моему 900 рублей там минималку за за вес груза и так далее понимать я это все оплачиваю в рамках соответствующего договора а когда получаю груз так я вообще ничего не оплачиваю потому что просто груз забираю и все наши получателя даже не не сторона договора очень ооо сапсан я не нуждаюсь в их услугах да да потому что мне оказывают услугу мне оказывают услуг забор периметр придется круглосуточная охрана все правильно да авиационная безопасность она не может быть услугой как таковой понимаете она мне не оказывается это мероприятие которое предусмотрено федеральным законом я не еду на парковку это не парковка вы сейчас только что читали нормативный документ вы прочитали все что нужно вот если вы прочитали зачем мы сейчас со мной вот эту дискуссию устраиваете там же четко все написано давайте если вы думаете что это сам придумал сейчас вы по ссылочке найдете что это в консультант плюс находится заходим давайте хорошо подачу заявления в полицию там допустим 165 рублей а сейчас ну это же услуга вот тоже самое авиационная безопасность это не услуга в принципе понимаете как как и услуги в кавычках полиции там и тому подобное сотруднику полиции показал письмо федеральные они потомольные службы сказал о том что там очень подробно написано что авиационная безопасность не является как таковой услугой в принципе за нее браться это какие какая-либо оплата не может то есть налицо вымогательство и самоуправство и еще статья принуждение к отказу от сделки потому что я хочу совершить сделку со своим контрагентом виде это грузоперевозчика они своими действиями препятствуют этому то есть налицо право нарушения ну пресечите пожалуйста да просто сделайте им законное требование если не не выполнять 19.3 ну как минимум пускай они мотивируют почему они меня не пропускают давайте их послушаем вот вот есть старший начальник смены правильно мотивируйте почему вы меня не пропускаете сотрудники полиции вот давайте вот чтобы не ему вопросы задавала вы ему задайте вопрос по какой причине меня не пропускают какая ну давайте тогда фиксируем чтобы он это сказал в живую чтобы это было зафиксировано что мне потом было легко доказать это потому что у меня не зафиксировано и он мне не говорил чтобы заплатить давайте следователя тогда тогда вызовем вопрос о возбуждении уголовного дела состоит понимаете вот на данный момент это личное их самоуправство потому что они не показывают ни приказ никакой ничего не показывают более того вот вот этот человек вам возможно у меня на видео зафиксировано что он сказал что пока не оплатишь мы тебя не пустим вот этот вот старший он ничего не говорит на видео не зафиксировано вот пожалуйста вот пускай он это скажет и тогда будут доказательства того что он в отношении меня совершил преступление на сегодняшний момент он просто как бы притворяется глухонемым потребуйте и и у него чтобы он сказал на каком основании чтобы это было зафиксировано на каком основании он меня не пропускает я вот серьезно я вас прошу задайте ему этот вопрос чтобы просто это было зафиксировано вы почему не хотите этот вопрос задать надо же разобраться ситуации правильно установить виновных установить в совершении правонарушения мои права на данный момент нарушаются я не могу осуществить гражданскую сделку понимаете они не препятствуют своими самоуправными действиями причем нить как они не аргументируют понимаете они говорят что я кому-то что-то должен отлично ему я должен вот скажите лично ему я должен что-то задать ему вопрос почему он меня не пропускает задайте мне не надо потому что за него решать у него спросите почему он не пускает задайте у него этот вопрос не надо за него решать эту про это это его работа служба это не моя у меня есть какая-то задолженность без понятия так давайте выясним это хорошо я понимаю что с вами бесполезно разговаривать вызовите пожалуйста полицию здесь компетентных компетентного полицейского вызовите пожалуйста хорошо сейчас иначе у нас разговор никакого не получится они с тобой с вами с тобой он не хамите охранник чё представьтесь пожалуйста и покажите удостоверение в соответствии с законом об охранной деятельности статья 12.1 удостоверение покажите пожалуйста удостоверение покажите пожалуйста вы знаете закон об охранной деятельности статью 12.1 вы обязаны по требованию гражданина предоставить удостоверение покажите пожалуйста сотрудник чоп сапсан покажите удостоверение частного охранника и представьтесь вы обязаны это сделать сотрудник чоп удостоверение покажите пожалуйста почему вы разговариваете со мной на ты вы на работе находитесь или где у себя дома у тебя дома у себя дома да то есть то есть вы хамите мне да вы мне угрожаете потому что вы нарушаете мои права то есть вы не представляетесь меня не пропускаете правильно вас понимаю вы знаете что сейчас подал заявление вы понимаете что благодаря вашим действиям вашу организацию могут лишить лицензии скажите пожалуйста кто ваш вышестоящий начальник чтобы подать на вас жалобу охранник представьтесь пожалуйста я вас прошу хорошо покажите удостоверение тогда частного охранника соответствии закону об охранной деятельности статья 12.1 вы осознаете свои действия сотрудник охраны вы понимаете что вы совершили самоуправство сейчас было подано заявление на вас когда на место происшествия подоспели журналисты владелец фермы марк брейзл заявил на его землю упала летающая в случае если будут причинены убытки мне то административная статья 19.1 может быть прилицирована 330 статью уголовного кодекса вы это понимаете то есть за него я счет 165 будет нет ты считай вот вот с вас деньги требуют да вот я деньги не плачу им сейчас я подал заявление о том чтобы провели проверку поборы эти незаконные за эти пропуска якобы то есть вы еще за пассажиров берете но вы сейчас говорите чтобы высаживали пассажиров иначе надо платить за них вас могут подменить сейчас подменить да попросите там время уже заканчивается рабочее в сумке у меня анализы я думаю на очень на большую сумму если она пропадет соответственно уже это будет не 19.1 а 330 уголовного кодекса он должен это понимать ну и плюс еще гражданский иск будет заявлен на возмещение ущерба я думаю это будет сумма достаточно большая сейчас подъедет человек у меня сумочку заберет но это понимаете это это просто так получается на данный момент а может случиться ситуация когда такого не получится я этого решить не могу отвечать вы будете в любом случае вы даже не можете назвать кто вам запрещает меня пускать или можете назвать мне никто не запрещает а здесь они что-то протоколы пишут ну да они вон в комнате пишут или подписывают протоколы или опрашивают его для того чтобы мне попасть на территорию грузового терминала мне достаточно показать паспорт если я на автомобиле машину для досмотра предъявить все в принципе и квитанцию обоглата нет ну вот я сейчас сейчас это я фиксировал сейчас проходили люди без проблем никакие квитанции они не предъявляли ну вы сначала меня пропустите по мне не нужно печать ставить ну я так езжу без оплаты зачем кто сказал что должна быть печать зачем 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 для чего какой я ничего не оплачивал ждать чего хорошо случилось и что может быть сразу полицию вызовите чтобы резину не тянуть вызвать и пожалуйста полицию полицию вызовите пожалуйста я не буду ни с кем разговаривать в отсутствие полиции а можно узнать кто вы представьте пожалуйста это я понял что вы чоповец соответствие законом об охранной деятельности статья 12.1 представьтесь пожалуйста покажите удостоверение ваше вы меня удерживаете вы совершаете уголовно наказанного преступления тогда откройте шлагбаум я поехал можете на каком основании вы мне удерживали все записано на видео я сделал звонок в полицию жду наряд полиции я вас спросил основании вы мне удерживали попробуйте я вызвал наряд полиции жду наряд полиции здесь внешне выпускаю представьтесь хорошо представьтесь согласно закону охранной деятельности статья 12.1 назовите как связаться с вашим руководством почему не хамите как мне подать на вашу жалобу пишите на на имя кого ну на чье имя спрашиваю ну какие реквизиты то укажите начальник что у вас начальник есть у вас какой адрес как деревне дедушки вы знаете что сейчас потеряете свою работу вы понимаете что вы сейчас потеряете свою работу вот ваш коллега вчера сейчас угрожает все здесь вам угрожаю вас предупреждаю да вы нарушаете закон сейчас в частности сейчас уже речь не об удержании бьет вы не представляетесь вы обязаны показать удостоверение по моему требованию вы обязаны показать удостоверение машину я сам решил где мне ожидать представьтесь либо покажите удостоверение вы обязаны в том-то и дело что согласно закону об охранной деятельности частной охранной деятельности вы обязаны показать удостоверение частного охранника давайте вместе почитаем то есть вы не будете представляться правильно вас понял вы будете ко мне силу применять вы угрожали только что мне на каком основании собрались не применять силу на основании того что я спросил ваши полномочия и удостоверение это тут малая прибыл доложите это охране а зачем вы докладываете что я прибыл человек хоть человек по 5 начинаете как вас зовут владимир владимир смотрите тезка даже вот я вам паспорт показываю смотрите вот видите паспорт специально показывает что это я вы не путали записываю шубок ускорить процессу не 27 9 какой будет пропуск следующий 64 69 до нас пока выписываете пока там кто-то идет так паспорт вам нужен еще нет нет я вас знаю уже все сразу посмотрите времени уже вы ну как бы до 18 а 30 я я забыл просто да он тогда время хватает а кто должен подойти не знаю я никого не не выставали что кому-то позвонили кто-то должен подойти кто должен подъехать посмотрите вы сейчас опять препятствуете моему проезду согласитесь пропустите меня пропуск выпишите и пропустите я быстрее сделать чем вы дойдите вашу виду давайте тогда вызвайте сразу полицию чтобы уже как бы не тянуть резину да какой старшой вы я же вам уже десять раз говорю что я не веду никакие разговоры не со старшим не просто нету предмета разговора понимаете владимир давайте вот уже просто вызовите полицию и на этом как бы мы будете вызывать давайте сразу скажите если нет то я сейчас ставлю на паузу сам вызову вызвать будете но опять придется мне 5 на вас заявление писать и так далее так далее чем в итоге там том то все закончилось когда но у вас объяснение брали чем все закончилось еще не закончилось без понятия мы записали там как все как все было на этом я больше ничего не знаю а чё было то и как произошло у меня же видео есть тем более не знаю полиция пришла я расписался то что вот так и так было что вы пришли я позвал вот этот который молчал он ваш начальник что ли сменный начальник а почему он молчал то мне вот это интересно я не знаю он же вас подставляет получается такие такие иначе вызовите это службу безопасности смена и полицию и полицию потому что здесь а 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 он ��� а и Продолжение следует...